это прикольный особняк сейчас тут учебный центр двери открытые никого нет я поднимаюсь на второй этаж и тут такие лестницы вот прям как раньше и окна как раньше и тут короче студенты учатся тут открытая дверь на чердак и никого нет вообще нифига себе офигеть кондиционеры старые короче говоря этажерки смотрите такой вот глобус такие видите какие-то коммуникации такие какие-то пушки глобус покрытый толстым толстым слоем пыли еще тут что-то стекловатые ведра короче вот такая тема пойду-ка я по тихому отсюда тут очень конечно интересно кто-то тут тусил а то дверь закроет и будет вообще угарно конечно с вами была марина морлок сейчас поставлю на паузу сегодня вечер сегодня выключаем подсветку сегодня короче 11 июня я пошла гулять на улице дождь идет это район тимирязевская тимирязевская академия тимирязевский парк увидел особняк прикольная решила внутрь зайти посмотреть что тут может какие-то ну честно сказать интерьеров прям таких наверное тут были раньше круче интерьеры сейчас уже нет такого здравствуйте а я зашла посмотреть спасибо в общем это видимо охранник закрывайте за собой дверь так это выглядит само здание такие цветочки висят учебный корпус номер 13 и вот так вот выглядит старинное здание улица пряничникова прянишникова вот кстати да по старом московской говорят не ч аше улица пряничникова названа в 1948 году память ученого агроном растеневода агро академика героя социалистического труда дмитрия николаевича пряничникова 1865-1948 год и вот такой короче прикольный особняк вообще я после работы мне не хотелось домой я пошла гулять тут сохранились это район копчево вот такие трамвайные пути и тут даже очень дальше есть я смотрела старинная чугунная остановка а так конечно тут клёво вот я так вот гуляю после работы думаю что тут было бы клёво жить потому что смотрите это москва вот кстати как выглядит вот этот домик тут девушка спортом занимается то есть это москва тут всякие старинные здания прикольные трамвай уходит но при этом посмотрите тут как зелено тут зеленее гораздо чем зеленограде вот причем это ну такие парки прикольные то есть не такие это просто это старые такие парки это не то что вот такие леса как в зелике где страшно тусоваться с одной стороны я думал что тут прикольно тут клёво было бы жить но тут очень как бы очень-очень мало жилья то есть такого доступного людям но при этом тут очень много собственно приезжих так скажем мягко одетых национальную одежду то есть в юбках клатках вот это темирядевская улица то есть где-то они тут живут ну и собственно блин район клёвый ну хотя конечно как москва он по-любому шумный по-любасным по-другому как бы в Москве и не бывает естественно тут будет шумно трамвай 27 метро войковская блин что-то последнее время я вот пожила в зеленограде да это город прикольный новый современный но меня что-то потянуло прямо в старую Москву хотя я понимаю что цены в старой Москве просто запредельные вот такой старинный дом я кстати забыла чей это дом ну вот я читала сегодня на Яндекс Ден что этот дом этот особняк построен ну естественно еще до войны до второй мировой и построен по английскому по английскому архитектурному решению то есть если так присмотреться видно что это такая не русская архитектура хотя похожа хотя тоже деревянная и похожа вот прикиньте вот это реально это район Коптьево Лихобуры тут ближайшая станция МЦД это Коптьево и тут такие вот домики кстати трамваи ходят часто и шумят вот с вами Марина Морок у меня такая сегодня прогулка вторника завтра 12 июня завтра день до сих и собственно пользуясь пользуясь случаем я решила прогуляться вот это улица Тимирязевская 58 и тут такие вот блин клевые всякие строения прям офигительные я говорю ну при том что тут много офигительных строений старинных зданий и вот даже церковь есть домовая ну это наверное только это не жилой дом это видимо относится вот эти вот все архитектурные сооружения они относятся к Тимирязевской академии видимо и тут я слышала что есть очень крутой парк со скульптурами вот там дальше в усадьбе приусадебный парк что он очень клевый но туда можно попасть только по выходным дням в будни он к сожалению закрыт то есть так после работы не погуляешь но при этом вот в этом реально историческом районе Москвы я вот много вижу людей явно не славянской внешности нет вы ничего не подумайте такого ну я ничего против них не имею это тоже люди я все понимаю но как бы но меня это как-то коробит конечно сейчас все скажут это вот это надо было надо было раньше больше рожать и тогда бы все было по-другому да нет ребята даже меня не смущает то что люди какие-то немножко другой внешности я сама необычной внешностью у меня я и полная и кудрявая вот я знаю что мне пишут что у меня волосы как у негра так и есть действительно у меня волосы как у негра вот и мне идут негритянские прически но только у нас это смотрится совсем уж экзотично и поэтому да я себе их не делаю хотя мне пошли афрокосички потому что я боюсь что у меня просто на работу не будут с афрокосичками брать ну или просто будет народ на меня очень сильно пялиться именно потому что ну не привыкли люди к афрокосичкам ну вот но меня смущает то что вот теракт был в Крокус Сити и меня смущает не внешность людей там пусть они ходят как хотят нравится им носить вот какие-то определенные предметы одежды пусть носят меня смущает их агрессивность потому что ну история Буженинова о которой я не хочу сейчас повторять но повторю где эмигранты ну предположительно трудовые эмигранты изнасиловали жестоко и убили пожилую женщину 70-летнюю и теракт в Крокус Сити и утонувшие в Питере автобусы где за рулем тоже был трудовой эмигрант это все как бы вызывает у меня такое вот ну негативное отношение к трудовым эмигрантам вот честно скажу и еще я не люблю цыган потому что ну вот потому что есть причины господа вот так вот как-то были бы они все хорошие был бы другой разговор тут такая площадь вот это кстати что-то какой-то странные кусты тут много еще всяких растений это же сельскохозяйственная академия и сейчас зацветает липа и прям пахнет липой это так клево я очень люблю вот когда липа цветет и пахнет какие-то микро яблоки маные яблочки такие что-то тут написано отдел благоустройства и озеленения тоже здание такое с колоколом то есть Московская сельскохозяйственная академия имени Тимирязева домовой храм священномученика Иоанна Артоболевского вот при имени Катя Мирязева вот в общем такие вот интересные районы есть в Москве сейчас я еще вам сниму издали академию а не академию а усадьбу но к сожалению пройти туда не получится в связи с тем что там закрыто